всем большой привет сегодня хочу затронуть тему мне она так зацепила прямо последний год это happy plant или счастливое растение для меня очень классная тема знаете когда начинаешь заниматься орхидеями но только-только это наверно касается любых растений ты просто хочешь чтобы они у тебя раз лишь в нюте просто не помирали у тебя ты их покупал они у тебя были потом наступает момент когда ты хочешь чтобы они цвели или чтобы они соответствует каким-то внешним параметрам которые считаются идеальными для этого растения вот ты хочешь цветение прям вот ты хочешь и потом наступает вот у меня наступил этот период когда мне важно уже не цветение цветения я подожду и когда я хочу цветение не просто хочу чтобы она зацвела я хочу чтобы она феерично зацвела чтобы это был было несколько цветоноса чтобы это были тучи цветов чтобы это было ох и этого реально добиться именно не удобрениями а состоянием растения то есть мы все понимаем чем она здоровее тема но больше и лучше может процвести и многие почему-то я заметила очень-очень об этом забыли и вот просто они стимулируют цветение вы знаете есть у некоторых такая цель надо чтобы зацвела два раза в год два раза в год то есть не важно что растение ты по нему видишь что она не готова цвести два раза в год люди хотят и вместо того чтобы нарастить зеленую массу дать растению силы энергии больше запасающих площадей больше поглощающей площади и потом она тебе сможет зацвести так как ты себе даже представить не можешь нет люди об этом забывают и им надо чтобы вот прямо сейчас сразу вот то ну оно должно оно вот почему-то всем что-то должно и начинается активная подкормка именно на стимуляцию цветения там все шпарят калий фосфор и все забывают про азот потому что нет азот это для роста это листва мне вот нужны цветоносы я сейчас монофосфат калия как дам она как зацветет ух оно не зацветет ребят ну во первых потому что азот это строительные кирпичики вы можете удаваться калием с фосфором но если орхидеи не из чего построить этот цветонос а вы должны знать уже что листья цветоносы бутоны цветы корни это все строится из одних и тех же кирпичиков эти кирпичики это азот если так вот прям совсем на эти просто об этом говорить и растению нужен азот кроме того растению нужен азот в той форме в которой растение может его поглотить и лучше всего когда это вот та форма которая знаете вот максимум поглощения будет то есть можно дать просто неимоверное количество органики азота содержащий но это засолит субстратом будет как-то обжигать корки но не будет приносить того результата как можно дать миллилитр правильного азота извините пожалуйста за голос от миллилитр правильного азота назовем его так то есть который весь весь просто вот зайдет в орхидею преобразуется и пустится на нужды вот поэтому об этом нельзя забывать и очень часто многие плачутся что было последнее цветение фееричное но последнее потому что растение она все свои силы начинает отдавать именно туда и она как вы видели вот много раз это называют все съедает само себя то есть желтит свои листья забирая питательные вещества из старых тканей отдавая их молодым так вот долгое такое вступление happy plant happy plant это растение у которого очень хорошо разрощена зеленая масса и очень много корней и что самое главное это очень качественный положительный прирост положительный прирост зеленой массы это когда у вас новых листьев за сезон вырастает больше чем теряется старых то есть обычно я слышу у нас ну а новый лист вырос на старый один лист отошел но это же нормально это окей ну это не окей как минимум как минимум растение должно наращивать два новых листа и терять один но этого знаете такой минимум да я знаю что я сама об этом говорила я от своих слов не отказываюсь есть как бы норма которая считается что вот при этом количестве листьев это окей это нормально столько это орхидея держит и вот все довольны до граммы смотрим на орхидеи в дикой природе мы видим что они растут вот с таким количеством листьев другие с такими есть катка средняя статистика усредненное число но это дикая природа до где выживает сильнейший где вот что как пойдет это дома это у вас дома и здесь уже ну как бы когда вы только покупаете когда вы новичок когда у вас это растение новое то да это окей это не надо там переживать что только три листа а мы сейчас не говорим про листопадные ни в коем случае мы не говорим про листопадный фаленопсис это совсем другая история то есть но наступает момент когда вот надо разрастить надо дать растению больше сил потому что в какой-то момент она начнет топтаться на месте до наша цель здоровые растения шикарные цветения поэтому мы должны стараться делать хэппи планты желательно из всех своих растений делать хэппи планты но это достаточно тяжело это требует подхода это требует времени к своему стыду у меня всего несколько хэппи плантов у меня есть то что я могу назвать хэппи плантом но в моем понимании это еще не хэппи плант а вот у меня знаете такой пунктик таракашка я хочу чтобы вот все мои фаленопсисы например делали в год прирост 3 листа и теряли всего один или не теряли ни одного я опять-таки тут надо оговориться есть те которые более быстро наращивают массу те которые менее быстро то есть даже гиганты я не надо от этой машины зеленый гиганта просить каких-то там фееричных результатов из серии 5 листов в год нет тут идет даже не на то не на скорость того как они растят она качество то есть когда новый лист вырастает а старый остается вырастает еще один новый лист а старый все еще остается то есть ну например для таких медляков как гиганта и это требует годы 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 и терпения для других это происходит быстрее так вот хэппи плант вот я считаю что у меня вот это вот это хэппи плант это голландский эквестриз да мне он подписан как гибрид в общем не суть многим похож на rainbow чип но вот смотрите вот у него внизу самый маленький ведь вот такой листик у меня вот здесь вот за все время пока он у меня отпал один вот такой лист вот такой маленький тут внизу и вот смотрите сколько листьев и все на месте и вот он у меня уже в моих условиях в моем освещении вот этот лист доращивал вот эти три вырастил видите три листа у меня и потерь ну вот да вот этот старенький вот такой совсем молодой лист из детства совсем сеянца при этом он доцвел всеми своими цветоносами у него было много он вот растит цветонос он ветвил цветоносы и вот он дал три детки то есть при всем том что он вырастил три листа вот они три детки вот он новый цветонос и все у нас тьфу 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 и в общем то никто адова не сбрасывает листья растут корни корни в горшочке и вот это для меня happy plant я понимаю что это выведенный такой вот тяжело назвать гибрид не гибрид но это коммерческое растение она выведена для того чтобы вот так расти потому что мы видим абсолютно не были не эквестерсные листья то есть то мы понимаем как его кормили потому что сейчас растут листья более уже похоже на то уж как оно должно выглядеть нам но не суть дальше у меня есть вот такой happy plant я его обожаю это гибрид эквестерса и гибрид эквестерса да это гибрид эквестерса не вспомню второго родителя всегда забываю по моему все ин крикет но это стол dance stone dance все знают шикарные желтые цветы и вот у меня раз два три 4 5 6 листьев 7 был маленький вот такой он его сбросил он процвет шикарно двумя цветоносами не обязательно ставлю фото как он все эти прекрасные желточки это просто супер очень очень красивые цветы я обожаю этот гибрид но вернемся посмотрите какие у меня тут растущие корни как их много все с растущими хорошими кончиками видите и тут растут и вообще такой замечательный товарищ который вот они видно решил наращивать хотя он у меня не так давно я его очень активно кормлю пою и прочее и у меня хороший прирост при потере одного листа и пока следов того что кто-то еще собирается потеряться не видно и это хороший такой старт чтобы тоже сделать его хорошим хэппи плантом хэппи план кстати не обязательно должен иметь детвору но хэппи плант который имеет детвору и цирр или хэппи плант пошутили хватит так и вот у меня такой претендент тоже быть хэппи плантом в будущем несколько таких претендентов покажу его это эквестрис смотрите какие классные листья один лист он у меня сбросил два листа нарастил но я вот вижу грустняшку грустняшку так что звание хэппи плант он пока не получает он пока по закупливал свои корешки у него был активный период цветения сейчас он доцветает доращивает цветонос что-то себе думает на хэппи плант он еще конечно не тянет но вот он он очень хороший претендент для этого хороший у него размер хорошие очень плотные листья он старается он растет я возлагаю на него надежды корней много все отлично вот такое вот что я хотела вам показать и пропагандирую буквально растите у себя хэппи планты это красиво это интересно это фееричное цветение и зеленая масса это база это ваша база для фееричного цветения не забывайте об этом не зацикливайтесь только на цветах вам ваша цель когда у вас появляется орхидея нарастить максимально шикарную корневую максимально шикарные зеленую массу чтобы было где запасать и хранить вот эти вот все вкусняшки которые собирает растение чтобы были силы была возможность чтоб если вдруг что-то случается растение могло противостоять этому это очень круто и потом и потом конечно же она сможет дать море цветов потому что она почувствует что она здоровая сильная крепкая она может она способна то есть она не просто напрягается и выдает хотя бы три цветка чтобы продолжить свой род чтобы кто-то опылил чтобы она дальше жило а она будет это делать роскошно просто роскошно и это касается абсолютно всех орхидей котлей дендробиумов шилошист в общем цимбидиумов это это очень надо поверьте мне пересмотрите свою философию выращивания и если вы встанете на эту дорожку и когда вы увидите результаты вы поймете о чем о чем я за это время говорю итак всем огромнейшее преогромнейшее спасибо за просмотр всем спасибо кто досмотрел это видео до конца ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии с удовольствием почитаю всем солнечных дней пышных цветений пока пока